Этот мужчина утверждает, в подъезд зашел к другу, но почему на выходе окружил себя имуществом жильцов, объяснить не смог. Я собаку отвел и через минуту стал спускаться. Смотрю, прогремели самки, которые я показывал. Они были на лестничной клетке. Один из успехов уже был потащен к выходу. И тут стоял уже сосед и негодяй. Злоумышленника Вадим с соседом встретили в 8 утра, в момент, когда тот пытался похитить два велосипеда и пару детских санок в придачу. Мужчина вел себя агрессивно и даже успел выпрыгнуть из окна. В 3 секунды мы что-то договорились, но про 3 секунды туда сигару. Сделался так-то в воздухе, как там замка землился. Перепрыгнув через забор во дворе, мужчина попытался убежать от преследователей, однако был оперативно задержан. За содействие сотрудникам органов внутренних дел и активную гражданскую позицию, житель дома был награжден благодарственным письмом. Я с сыном говорю, он говорит, пап, а ты сам будешь... У меня в фотографии пришли негодяи. А я говорю, а тебе зачем? А вдруг тебя не будет дома? А ты ничего, говорит, а я говорю, тогда его поймаю. Злоумышленником оказался ранее судимый 20-летний житель Ленинского района Саратова. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Напоминаем, чтобы обезопасить себя от кражи, не оставляйте велосипед без присмотра и всегда соблюдайте правила безопасного хранения. Оставляя велосипед, обязательно пристегните его за колесо или раму. Лучше всего оставляйте имущество в поле зрения камер видеонаблюдения, если они и есть. Обязательно забирайте с собой все быстросъемное оборудование. И помните, что лестничная площадка – не лучшее место для хранения велосипеда, даже если он и пристегнут. Если вы все же стали жертвой преступления, обратитесь в ближайшее отделение полиции или по телефону 02 с мобильного 102. Также владельцам велосипедов рекомендовано воспользоваться системой паспортизации. Для оформления документов надо обратиться к сотрудникам полиции. Процедура занимает несколько минут. Необходимо указать марку велосипеда, серийный номер отличительной особенности. Эту информацию внесут в базу данных, что значительно облегчит поиск в случае пропажи имущества. Эллада Бжалимова, Анатолий Чернов. Дежурная часть. Саратов.